Каждый день в эфире РБК специальный проект «Лица украинского кризиса». Сегодняшняя серия посвящена министру внутренних дел Арсену Авакову. Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Арсен Аваков. 50 лет. Во время Первого Майдана считался человеком Ющенко. Потом переметнулся к Тимошенко. При этом всегда оставался Харьковским. В этот город переехал в возрасте двух лет вместе с отцом военным. Окончил Харьковский политех и создал одно из первых акционерных обществ Украины. К началу 2000-х фирма разрослась до бизнес-корпорации, которая не только добывала газ, строила и снабжала Харьков электроэнергией, но и имела собственное ТВ и чайную фабрику. Миллионер с наполеоновскими замашками. Украинская пресса, описывая начало карьеры Авакова, вскользь упоминает операции с векселями предприятий и убийство ближайшего бизнес-партнера Александра Коновалова в 1993 году. Впрочем, статуса успешного бизнесмена Авакову было явно недостаточно. Появление в политике связано с оранжевой революцией. Уже состоявшийся к тому времени предприниматель сразу решил играть на стороне оппозиции. Ющенко! Ющенко! Став президентом, Виктор Ющенко сомневался, кого именно сделать губернатором Харьковской области. Лоббистами кандидатуры Авакова якобы выступили давние знакомые бизнесмена. Родной брат президента Петр Ющенко и его сын Ярослав. Не случайно потом 24-летний племянник главы государства станет замом губернатора. Среди покровителей уже тогда значилась Юлия Тимошенко. Членом ее команды Аваков станет в 2010-м, заплатив за это отставкой. Но после победы Януковича казалось, что Аваков просчитался. Он проиграл Геннадию Кернису выборы мэра Харькова и остался всего лишь лидером местной Батькивщины. В начале 2012-го в отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело. Но за несколько месяцев до этого Аваков успел уехать за границу. Находясь в эмиграции, он боролся с украинской прокуратурой и даже смог стать народным депутатом. Получив иммунитет от уголовного преследования, Аваков снова появился на политической сцене. Мы имеем большие задачи. В стране поменять власть. Не диктатуру идиотов, не диктатуру чинуш, на диктатуру народа. Тому сегодня здесь поручь со мной на этой крыше этого пикапа три мощных человека, которые, объединившись, сделают для страны все. Меньше чем через год Троица, Кличко, Яценюк и Тигнебок сделают все, чтобы взять под контроль Майдан и стать лидерами протеста. Аваков снова был рядом и в итоге получил пост главы МВД. Поментуя его прошлые заслуги, его тут же назвали Креатурой Тимошенко. Возмущенная общественность не оставляла в покое новых лидеров силового блока, требуя наказать виновников. Для успокоения народных масс было проведено расследование. Версия официального Киева остается неизменной. За масками снайперов скрывались сотрудники подразделения Альфа, СБУ и так называемые черные роты Беркута. Спецподразделение Беркут сделало все, чтобы любые расследования на эту тему были невозможны. Сжигалась одежда, бросалось оружие, уничтожались документы. Вовремя сбежавший вслед за Януковичем экс-глава службы безопасности Украины Александр Якименко все обвинения отверг. Более того, он недвусмысленно намекнул на то, что снайперы не могли действовать без ведома коменданта Евромайдана Андрея Порубия. Независимые эксперты разводят руками, они уверены правду, а расстрели активистов никто никогда не узнает. С началом конфликта на Юго-Востоке министру Авакову журналисты задают уже совсем другие вопросы. Сам он, кажется, больше концентрируется на желании выиграть информационную войну. Фейсбучный министр так окрестили излишне активного в соцсетях Авакова. В разгар антитеррористической операции он называет себя оптимистом и на своей страничке радуется 200-тысячному подписчику. Но, тем не менее, скорее сегодня он выполняет роль дублера министра обороны, поскольку, скорее, мы можем отметить решение военных задач министерства внутренних дел, имею в виду формирование батальонов нацгвардии, скажем так, их оснащение. Аваков вжился в роль главы силового блока. Он презентует новые боевые машины и современные палатки для нацгвардии. Но, как считают эксперты, до политического тяжеловеса, который способен переломить ход конфликта, он не дотягивает. Пока единственное, на что способен Аваков, это материть российских министров в Фейсбуке и там же требовать, чтобы Россию лишили права на проведение чемпионата мира по футболу.